Посол Грузии в Латвии Таймурас Джанжали уже давно знаком с нашей страной. В 2008 году он приехал в Регу, где было открыто посольство, а с 2013 года возглавил дипломатическую миссию в нашей стране. Одним из основных приоритетов в своей работе он видит налаживание более тесных контактов с Латвией и прежде всего в экономической сфере. Именно поэтому Таймурас Джанжали регулярно совершает визиты в различные регионы нашей страны. На сей раз он побывал в Даугавпиловском крае. Мы закамливаем область, краевые предприятия, бизнесмены, какие возможности у нас являются в Грузии, а также мы собираем информацию о возможностях, которые есть в конкретных краях. И мы очень хотим, чтобы те экономические отношения, которые у нас есть между государствами, они развивались и развивались в том числе и на межрегиональном уровне. С каждым годом товарооборот между двумя странами, пускай и не намного, но все же увеличивается. Грузинская продукция пользуется все большим спросом, в частности это касается вин, фармацевтики, овощей и фруктов. В свою очередь Латвия экспортирует различные лекарства и лесоматериалы. В будущем планируется наладить более тесный контакт. В Латвии, как и Грузии, они ориентируются сейчас на экспорт. И мы хотим, чтобы как раз и наша грузинская продукция больше была грузинской продукцией на латвийском рынке, так и латвийской продукцией. И возможностей очень много. Возможностей очень много. Есть всякие направления, которые могут быть представлены на грузинском рынке. Например, в сельском хозяйстве это может быть мясная продукция, это может быть молочная продукция, которая очень качественная в Латвии. Как раз мы в Грузии нуждаемся в такой качественной продукции. Мы очень рады, как я упомянул тоже презентацию, что латвийская одна компания, кооператив латвийский, утвердил в Грузии свой бизнес. И они занимаются животноводством на месте. И они начали производить молочные продукты на месте. В свою очередь в Латвии все чаще стали открываться грузинские рестораны. Правда, как отметил Таймурад Джанжале, в Грузии пока не видел ни одного латвийского. Хотя дипломат считает, что они могли бы пользоваться популярностью в южной стране. Сам посол, например, часто посещает общепиты, которые славятся отменной латвийской кухней. Из любимых блюд называют пирожки со шпеком и серый горох. И вполне возможно, что в будущем латвийские предприятия всерьез заинтересуются открытием латвийских кафе и ресторанов в Грузии. Таймурад Джанжале уверяет, что в его стране созданы неплохие условия для ведения бизнеса, в том числе и для иностранцев. Сравнительно низкие налоги, а уровень коррупции, по словам посла, равен нулю. Это очень интенсивная и долгая работа проводилась в Грузии. Реально, если бы этого не хотела бы сама страна и сам народ, этого бы мы не достигли бы. В 2003-2004 году, когда страна решила взять прямой курс на европейские и евроатлестические структуры, когда мы решили, что мы должны стать полноценным членом Евросоюза, полноценным членом Североатлантического Союза, мы тогда и решили, что мы не только как бы своими заявлениями должны это делать, но и своими делами тоже. И одно из главных направлений было, чтобы как бы в корне упразднить коррупцию, и мы это смогли, мы очень горды эти. Дипломат надеется, что в ближайшем будущем экономические отношения Грузии со всеми странами Евросоюза будут развиваться более интенсивно. Планируется, что с 1 июня этого года начнет действовать безвизовый режим с ЕС, что откроет новые возможности обмена знаниями и опытом с европейцами и позволит улучшить отношения на всех уровнях. Субтитры создавал DimaTorzok